Друзья мои, сегодня я сделаю то, что уже давным-давно я и сам хотел делать, и меня об этом миллион раз просили. Я расскажу вам про лучший велосипед планеты Земля. Ну, естественно, это субъективное мнение мое. Вот смотрите, мы подходим к автомобилю, открываем его, и здесь у меня всегда лежит один из моих велосипедов. У меня есть еще один нормальный, на котором я езжу в Сестрорецке с нормальными большими колесами и прочее. А вот этот, он у меня из машины не вылезает. Почему? Потому что он крайне удобен. Значит, мы его вынимаем, вот так вот мы его собираем, быстрыми движениями. Хлоп, хлоп, шмыг, шмыг. Поехали. Значит, чем он прекрасен для города? Он прекрасен для города тем, что он очень маневренный. То есть на нем можно очень быстро увиливать между, вот, ну, если вдруг вам идут пешеходы, то вот вы так едете, едете, и так шмек-шмек, 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 шмек, и вы их объехали. На велосипеде с большими колесами это сделать гораздо сложнее. Это раз. Во-вторых, самое главное УТП, уникальное торговое предложение этого дела заключается в следующем. Обычно, когда вы едете на велосипеде, у вас на спине рюкзак. Что можно сделать здесь? И я, скажу честно, ну, возможно, на других вот великах, в которых вот такие большие передние... А, тут, кстати, в этом рюкзаке вообще можно даже вот так вот делать. На предыдущем рюкзаке я эти лямки обвязывал, а здесь их можно вот так вот просто заткнуть. Вот, ну, то есть их можно либо обвязать, либо заткнуть. И смотрите, вы берете этот рюкзак и вешаете вот сюда. И это вообще огонек. То есть вы повесили его и поехали. Траля-ля, траля-ля, трататушки, трататушки, траля-ляшки, траля-ля. Но я еду, и рюкзак у меня, и мне это ничем не мешает. Это не сказывается никак на моей маневренности. Маневренности. Да, это не... Ну, и спина свободная. Мне вот это дело, вы не представляете, как оно мне помогало во всех городах, куда я брал этот велосипед. Обрал, ну, я не конкретно этот, у меня был предыдущий велик красный. У меня его угнали вместе с машиной. У меня угнали машиной, поскольку там висел этот велосипед, он у меня и уехал. Я его брал в Париж, я его брал в Берлин. Я в Барселоне умудрился доехать на нем из аэропорта. И когда я ехал в аэропорт обратно, я вдруг выяснил, что оказывается, прямо туда, до аэропорта, в Барселону, идет велосипедная дорожка. Я когда туда приехал, я об этом еще не знал. Я ехал прямо по дороге к массовому удивлению тех автомобилистов, которые проезжали мимо. В Берлине я тоже доехал до аэропорта, но, скажу честно, в Берлине дорога, ну, я доехал до этого, до Шоннифельда. То есть до Южного. Она абсолютно скучная. То есть там после Трептов парка фактически смотреть абсолютно не на что. И, ну, поскольку Европа маленькая. И когда я начал брать его с собой, я вам хочу сказать, что я вообще все города мира открыл вообще заново. Ну, потому что они небольшие, там, допустим, весь Париж в пределах третьего транспортного кольца. И ты успеваешь посмотреть, ну, не знаю, в 5-10 раз больше, чем если ты пешком ходишь. Далее, естественно, сейчас вот, поскольку я практически перестал ездить в Москву, но был у меня период, когда я в Москву ездил как на работу. Я его брал с собой. Сейчас как-то они стали придираться. Иногда. Но вообще у меня за всю мою карьеру пассажира, а я, ну, ну, я дофига наездил в Москву на Сапсанах. У меня только один раз попросили чехол. И чехол для него на самом деле есть. То есть я его подсниму дома, покажу специальный чехол, в который вы его упаковываете. И так вот можно его в аэропорту сдавать, о чем я скажу потом. Но вы вот его складываете таким образом, да, и спокойненько там Сапсанчик ставите, и за него не надо ничего доплачивать. Иногда, более того, его спокойно можно провести в метрополитене даже без чехла. Но тут зависит, конечно, от мегеры, которая стоит на входе. То есть могут докопаться. Вот так вот вы его ставите, и все, вуаля. Да, возится он тоже очень легко. Вот так вот вы идете, его везете. Такой, а могу сюда. А могу сюда. А сюда, а сюда, а сюда. Один раз меня, например, попросили просто полиэтиленовый пакет надеться на колесо. Один раз я помню, что она говорит, нужен чехол. Я говорю, а это велосипед, это тележка. И рядом идет бабка, у нее тележка по длине больше, чем этот велик. И сама она вот больше. Я говорю, ну посмотрите, ну давайте сравним, у нее же больше. Она говорит, это тележка. Я говорю, а это же тоже тележка, нет, это велосипед. Вот, поэтому это лотерея в метрополитене, но в Сапсане пропускают легко и непринужденно. Ну и самое главное, если вы покупаете билет, куда входит ручная кладь, да, то есть в принципе вот такой рюкзак, ну я обычно передвигаюсь налегке, то есть у меня все, все мое в такой рюкзак влезает. Я этот рюкзак беру с собой, точнее вот эта ручная кладь, да, если входит багаж, что я говорю, если входит багаж, одно багажное место, за это не надо платить. Вы просто сдаете его как негабарит, да, и все. И вот в те эпохи, когда все целое пахло, и можно было спокойно ездить по загнивающим гейропам, я этим пользовался. Ну а про столицу я вообще молчу, потому что Москве это лучшее средство передвижения внутри Садового кольца. А поскольку я в основном там жил внутри Садового кольца, ну максимум внутри третьего транспортного, то мне это очень сильно спасало. Я на нем доезжал быстрее везде. У нас был эксперимент в Барселоне, парни поехали, я не помню, чуть ли не на такси, а я поехал на нем. Естественно, я приехал быстрее. Ну в Барсе все для созданных велосипедов. Ну в принципе в Москве сейчас тоже все созданы велосипедов. И в Петербург к этому потихонечку двигается. Ну и чтобы, так сказать, продемонстрировать это наглядно, я вам сейчас понаподставляю всевозможных там отрывков, которые я снимал, к сожалению, еще, ну я не думал, что из этого что-то делать, это я для себя снимал. Я думал, потом я приеду и сниму нормальные маршруты, с нормальной камерой, с нормальным стабилизатором, но вуаля, да, когда я там еще окажусь, и буду ли я там с великом, не факт. Но поэтому там все такое немножко дерганное и прочее. Ну вот Берлин, Барселона, Париж будут присутствовать. Здесь я показываю, как этот велосипед удобно складывается не в ту машину, которую меня угнали, угнали у меня Мазду, а это еще моя предыдущая автомобильная, уникальная, кстати, марка Hyundai Matrix. Несмотря на то, что дизайн ее делали итальянцы для корейцев, она настолько страшная, что у меня сломался замок, и я ее не закрывал два года вообще. Бросал везде, бросал в лесу, то есть бросал на Гончарной улице, когда уезжал в Москву, то есть приезжал на автомобиле на московский вокзал, бросал ее там на неделю. Никому не пришло в голову туда залезть. В этом плане, конечно, прекрасная тачка. Плюс она неубиваемая до сих пор. На ходу моя сестра, которая живет на юге, на ней рассекает. Ну, здесь показано, как я с этим прекрасным велосипедом уже своим зелененьким еду из аэропорта в Берлине. Это был наш мальчишник, и пока там парни занимались своими делами, я занимался своими делами, конкретно я накидывал маршрут для того, чтобы привезти туда свою экскурсионную группу, и я ее привез. И не одну, а целых три, но понял, что больше я не хочу возить группу в Берлин. Несмотря на то, что случился ковид, я бы, честно говоря, в Берлине и без того бы перестал возить людей. В Берлине, в принципе, как и в любой европейской столице, и как, например, теперь в Москве, все создано для велосипедного движения. Ты можешь спокойно передвигаться. Я специально заснял различные вариации велосипедных дорожек, и как они переходят потом в обыкновенную асфальтовую дорогу, и как они выглядят в парке. Ну и что можно встретить вообще по дороге, каких фриков, потому что Берлин – это, конечно, европейская столица клубной культуры. Сюда съезжаются на выходные со всей Европы, чтобы потусить все эти знаменитые немецкие рейвы и так далее. Чтобы народ не гонял, существуют вот такие вот преграды. Иначе, учитывая интенсивность велосипедного движения, безусловно, можно просто впилиться в пешеходов. Продумано даже это. По поводу чехлов и перевозки. Мне однажды в Париже так вот бросили мой велик, что сломали руль. И с тех пор, ну, я поскольку всегда беру с собой защитный светоотражательный жилет, то я еще вот специально заматываю наиболее уязвимую часть пленкой, чтобы если вдруг киданули, велосипед не пострадал. И с тех пор все в порядке. Жилет я всегда креплю на багажник на всякий случай. Ну, а это вид, собственно, с балкона в одну из квартир, где я жил у своей коллеги Жанны, которая меня приютила аж два раза. В Париж я довольно часто ездил, и велосипед меня там, конечно, очень сильно спасал. Ну, а это раз уж я оказался в Берлине, то, естественно, я подснимал всякое разное. Конкретно здесь вы видите забастовку фермеров, которые пригнали нереальное количество тракторов. И эти трактора наяривали по всей столице. Потом они приехали к Бранденбургским воротам, стояли там, красиво светя своими фонарями. В общем, все это было максимально, на самом деле, колоритно. Хотя, по сути, мы имеем дело со стачкой, но санкционированный, то есть это профсоюз, заморочился. И, я не знаю, достигли они того, за что они там боролись. Но, конечно, наблюдать за этим было крайне интересно, потому что у нас, в России, вы пока такого не увидите. Очень показательно, что в Гейропах ты можешь оставить свой велосипед даже в храме, и там тебе никто даже слова не скажет, потому что храмы там для людей. По фоткам видно, что был я с этим велосипедом и в Праге, был я и в Реймсе, и даже доехал, ну, как я уже говорил, на велосипеде из Парижа в Версаль. Там со мной случилась крайне забавная ситуация, когда я на какой-то остановке остановился, просто проверить, туда ли я еду, стоит одинокий мужик, и тут он поворачивается ко мне и говорит, Павел, а я его смотрю. Вот так вот в пригороде Парижа, посреди практически леса, я встретил своего зрителя. Довольно забавная была одна из поездок в Берлин, когда один из моих зрителей точно так же взял с собой стриду, причем он сказал, что он купил ее, в общем-то, с моей подачи, и вот мы даже сфотографировали два чехла, и специально на Глинке-Штрассе, где находится памятник нашему великому композитору, я вот сделал такую фотографию. Велосипед, как вы видите, помогает даже сэкономить время в передвижениях по аэропорту. Ну, здесь я просто показываю, как опять-таки можно в парижском метро легко и непринужденно сложить этот велосипед, сесть в поезд и спокойненько поехать. Кстати, там точно так же не нужно платить за этот велосипед в метро, я ходил по своей вот этой вот как на Виго поездному билету, и все было нормально. Немного вам променадок Гранд-Опера. В Париже, как вы видите, здесь очень часто автобусные полосы, предназначенные точно так же и для проезда велосипедистов. Помимо метрополитена, велосипед спокойно можно перевозить в автобусе, редкий случай, когда ты устал, а квартира твоя находится за Булонским лесом, хотя на самом деле это все рядом, то есть за периферик, то есть за Кадом до Лувра на велосипеде ехать, ну, 50 минут присвистывает. То есть это, считайте, как из Химок в Кремль или как из Кудрова на Дворцовую площадь. Поэтому Париж, он в пределах третьего транспортного кольца, но вот можно и так доехать на автобусе. Вечерний променад вдоль Сены к турникам, потому что с турниками в Париже большая напряженка, несколько из них находятся вдоль Сены, которая протекает практически по границе города. Ну, вот это один из воркаутов. Я ездил в Реймс, и здесь я показываю, опять-таки, как легко и непринужденно велосипед можно спокойно поместить, ну, уже, так сказать, в их Сапсаны, потому что до Реймса ехать там, по-моему, 40 минут всего лишь. Ну, а в самом Реймсе я прокатился вдоль очень живописного канала, к форту Доля Помпель. Это форт, где во время Первой мировой войны служил наш русский экспедиционный корпус. Там есть потрясающий музей, этому посвященный. И на велосипеде это было бесплатно, быстро и романтично. А так мне бы пришлось добираться туда общественным транспортом на перекладных и вообще крайне неудобно. Ну, а это, друзья мои, Версаль, совершенно потрясающий и красивый городок, где обычно все ломятся во дворец. Я во дворце был, поэтому в тот раз я посвятил себя изучению мест, связанных с французской революцией. В принципе, это все есть у меня на канале, в плейлисте, который называется «Экскурсии по Парижу». Поэтому можете посмотреть, там есть довольно интересные зарисовки и наблюдения, которые, в принципе, даже французские гиды не так часто вывешивают в своих соцсетях и на своих каналах. Немного Барселоны, города, где у нас вот в ноябре снег, а там пальмы, за что я его и очень люблю. Ну, я специально прокатился по вечерним улочкам, чтобы показать, что вечером это не только Барселония, это, в принципе, по всей Испании. Все выползают на улицу, все едят, все разговаривают. Такое впечатление, что весь город представляет из себя один сплошной клуб по интересам. Ну, и небольшой мастер-класс, как передвигаться по старому городу в Барселоне, где очень-очень узкие улочки. Есть огромное количество складных велосипедов. Я не говорю, конечно, что по мировым рейтингам или почему-то это, типа, лучший вариант. Он для меня лучший. Я вам больше могу сказать, сколько я не был в странах Европы, ну, по крайней мере, в Берлине, в Германии, в Франции, эту марку не знают. Меня фотографировали у Бранденбургских ворот. Люди подходили в Париже. Я помню, я ехал, и ко мне, значит, какой-то араб на РОР, ну, это электрички, которые ходят сквозные, да, и из аэропорта в том числе. Я, поскольку по-французски парлякаю, он стал спрашивать, а как, чего? Он говорит, а вот эта штука? Я говорю, а вот эта штука, ты не понимаешь, она самая надежная в этом велосипеде, она никогда у меня не это, меня не подводила. Здесь, что может подвести? Каретка иногда вот эта летит. Дальше у меня несколько раз, вот у меня даже последний раз вот здесь вот, видите, запасная, ну, точнее, это предыдущая. Я пробивал шины, но просто потому, что я не слежу за... Они должны быть прямо надуты, очень-очень плотные. Не как автомобильные шины, а прямо вообще под завязку. И я их несколько раз пробивал. Причем в Москве я даже умудрился один раз найти шиномонтажку, мне там залатали. Потом выяснилось, что в Москве, там прямо рядом с Красносельской, а я жил в Сокольниках очень часто, там есть центр обслуживания Шульц, ну, Шульц и Стридо. И у меня был случай, короче, мне нужно было сделать ТО, и получилось по графику так, что мне удобнее это было сделать в Москве, чем в Питере, потому что в Питере тогда они были только на Гончарной, сейчас они еще на Большом Самсоневском. А Гончарная это все время, это в пробках все стоит, а живу я снова за городом. И я вот в Москве спокойно это все сделал, мне это все дело починили. Почему этот велосипед такого странного цвета? Я, когда у меня угнали велосипед, угмашину с велосипедом, я ехал в Москву, то есть я вышел, у меня машины нет, ну, в отличие от большинства представителей мужской половины человечества, которые сразу бы впали в депрессию, начали бы бухать, пить и прочее, и вообще заливаться слезами, я к этому отношусь философски, я считаю, что жизнь нам устраивает испытания не зря. я искал в стиле Большого Любовски, ну, да, сел и поехал на метро и поехал в Москву. Я приезжаю в Москву, а это конец лета, и я нахожу там эту фирму, я говорю, мне нужен велосипед, вы можете его в гостиницу привезти, я его не купил, они говорят, у нас остался один, прикиньте, ну, вот в этом официальном деле у нас остался один велосипед, вот такого цвета, будете брать? Я говорю, буду. И, короче, взял вот этого странного, ну, я, естественно, хотел там черненький или красненький, но why not? С тех пор очень часто спрашивают, блин, что за цвет вообще, где такой взял, но сейчас там целая, значит, палитра этих цветов. Поэтому настоятельно рекомендую приобретать, где приобретать, я покажу вот там в ссылках, в принципе, если вы наберете стриды, в любом поисковике, то официальный дилер сразу же выскочит. И я на нем ездил даже на, даже зимой. Да. Но единственное, что, вот я говорю, зимой по грязи начинает лететь эта каретка. То есть я, как правило, раз в год ее менял. Но опять-таки ребята в технических центрах это все хорошо делают. Никаких проблем, никаких претензий и так далее. В общем, как я часто шучу, это лучшее, что Бог создал после секса. Так что настоятельно рекомендую. Берете вот так вот шмык, все, а вуаля. Налетай, не скупись, покупай живопись. Ну, а естественно, там, кто-то, может быть, заметил, взглядом, коробочки, да, там книжечки мои лежат, которые вы можете купить после экскурсий с автографом по интернету. Опять я говорю по интернету, как бабушка. Ну, в принципе, я приехал навестить бабушку на кладбище, может, поэтому в интернете без автографа. А экскурсии идут четверг, пятница, суббота, воскресенье. Иногда, когда я опаздываю, я как делаю? Я ставлю машину в конце маршрута. Сейчас я стараюсь, конечно, приезжать заранее. Но бывает так, бывает так, что опаздываешь, вот особенно я рассказывал недавно, когда они все перекрывали, был биатлон, триатлон, хрен пойми что, там из ССД приморка была закрыта. Ставишь на этот велик, садишься, шмых. Когда еще была бесплатная парковка, я очень часто кидал машину, еще самую первую, на Гончарной на много дней. И один раз ехал, прям жуткие пробки, нашел место на Владимирском проспекте, сел на велик, долетел, вот прямо от точки до поезда, у меня ушло 5 минут. То есть, на самом деле, реально, я в Москве, например, точно знаю, что вот это, чем хороший этот велосипед, что я точно знаю, сколько у меня времени это все занимает, и это гораздо быстрее, даже чем на такси. Я уж молчу про все остальное. Поэтому лизнул, так лизнул свою любимую марку. В общем, если хотите, то рассмотрите этот вариант. Комментарии туда, там все, что вам надо, все ссылки, увидимся, пока.